В зоне конфликта на Донбассе обострение. Боевики активно применяют артиллерию и минометы. За сутки враг нарушил режим тишины 34 раза. В результате один военный получил ранение. В районе Крымского противник вёл огонь из артиллерийских систем 122-го калибра больше. Ситуация на востоке Украины в нашем сюжете. После того, как моего мужа убили на огороде в 2016 году, я здесь только днём нахожусь. Татьянин дом снова на линии огня. Фронт на окраине Маринки неожиданно вспыхнул. Во время хлебного перемирия люди уже начали отвыкать от звуков стрельбы. Снова занялись огородами, надрядами огурцов, на стене Оксаниного дома, замазанные цементом следы от пуль и осколков. Юля была более-менее тихо, сейчас опять начала. Прилетает сюда каждый день и по несколько раз. Нас в принципе не видно, когда мы заходим, но всё равно. Прилетает, когда и не ходим, и ходим. Всё может быть. Чем больше людей, тем больше потенциальных жертв. В ночь на 8 августа беспилотник АБСЕ зафиксировал колонны КАМАЗов, несущихся из России в Украину. Границу они пересекли на оккупированном участке, что в фурах неизвестно. Но вот уже неделю, как боевики бьют более интенсивно и применяют крупный калибр. Миномёты работали даже на тех направлениях, где долго было затишье. Миномёты их работали неделю тому. Пристреливались. Сюда буквально слева от меня метров 10-20. О, падало, прилетало в осколковых СПГ. 82-й миномёт в них в селе стоит. Они постоянно здесь его возят туда-сюда. Возможно, боевикам пополнили запасы боеприпасов. Противник повсеместно проводит ротацию, уверены пехотинцы. Кроме того, они всё чаще видят людей без формы, поэтому огонь не открывают. Без оружия, без засоба, без захиста. То есть мы не знаем, наше это, не наше. Открывать огонь по людям, которые без засоба, без захиста и без брои мы не можем. Могут быть пленные, могут быть гражданские люди. Хаотичным огнём боевики провоцируют наших военных. Ждут ответного, чтобы подставить их под прицел снайпера. Снайпер перезаряжается, работают плотнее пулемёты. Пока отработали пулемёты, начинает работать опять снайпер, пулемёты перезаряжаются. Во время таких обстрелов за эту неделю на фронте погибли трое наших ребят. И если огонь из пехотного вооружения армейцам есть чем подавить, то вот миномётные расчёты сложно достать из разрешённого оружия. Боевики с каждым днём всё больше расширяют географию миномётных обстрелов. Снаряды рвутся и на Луганском, и на Донецком направлении. На Приморском на огневые позиции вывели 120-й калибр. Игорь Левенок, Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.